Уважаемые президиумы, уважаемые коллеги, разрешите представить вам клинический случай лечения рака молочной железы и хондромы плечевой кости. Пациентка 1985 года рождения обратилась в рязанский онкодиспансер в августе 2015 года с жалобами на наличие опухолевидного образования в правой молочной железе. Было выполнено дообследование при узе молочных желез ближе к подмышечной области справа, выявлено гипоэхогенное образование 20 на 11 мм. Рядом аналогично 9 на 6, в правой подмышечной области лимфатический узел 18 на 11 мм. Гистологической верификации не получено, выполнена трепанбиопсия образования, гистологическая картина инвазивной карциномы без признаков специфичности. После ИГХ выявлен фенотип трижды негативного рака молочной железы. Выставлен диагноз рак правой молочной железы Т2Н1М0. Учитывая трижды негативный фенотип молодой возраст пациентки и попытку проведения органсохранной операции, первым этапом лечения было выбрано химиотерапевтическое лечение. Пациентке проведено 4 курса неодювантной химиотерапии по схеме АЦ плюс 4 курса химиотерапии по клитокселам. На фоне лечения клинические уменьшения опухоли более 50% лимфатический узел также был уменьшен в размерах. В марте 2016 года произведена операция подкожной мастектомии с одновременным эндопротезированием постоянным силиконовым имплантом. Установлена викриловая сетка. Гистологическое заключение после операции – инвазивный рак молочной железы не специфического типа, лечебный патоморфоз второй степени, метастазы в один лимфатический узел, клеточность опухоли 40%, остаточная опухолевая нагрузка РСБ – 3. Также было сделано ЭГХ с операционного материала, фенотип опухоли не изменился. Также остался трижды негативным. На данном слайде вы видите, как выглядела пациентка после операции. Учитывая отсутствие полной морфологической регрессии опухоли, больной было решено провести дополнительную аджевантную химиотерапию. Был проведен курс химиотерапии карбоплотином, но на фоне лечения у пациентки стойка тромбоцитопения и было принято решение о прекращении химиотерапии. В июле-августе 2016 года проведена послеоперационная лучевая терапия. Суммарная очаговая доза 40-грей. Также, учитывая молодой возраст и фенотип опухоли, больной выполнено молекулярно-генетическое исследование. На тот момент мутации в генах Берси-1, Берси-2, Чек-2 не выявлено. В сентябре 2016 года у пациентки появились жалобы на боли в левом плечевом суставе с переходом, соответственно, на кость. Была выполнена стентиграфия костей, где выявили признаки поражения левой плечевой кости. Было рекомендовано КТ левой плечевой кости для диагностики с посттравматическими поражениями. После компьютерной томографии выявлена патологическая перестройка губчатого вещества метаэпифиза и верхней трети диафизы левой плечевой кости в виде губчатообразных участков остеосклероза. Опять же, точных данных, что это фиброзная дисплазия или вторичные изменения, не дали. По узибрюшной полости грудной клетки без особенностей. Выполнена МРТ левого плеча, где выявлена картина объемного образования максимального мета диафиза плечевой кости доброкачественного характера – хондрома либо гемангиома. Пациентка направлена для дообследования в онкоцентр Блохина, где в феврале 2017 года выполнена открытая биопсия опухолевого образования левой плечевой кости. Гистологически, с учетом размеров образования, больше оснований классифицировать поражение, как фондрусаркома Грейт-1. В апреле 2017 года, там же в РОНС, выполнена экскохляция левой плечевой кости с пластикой дефекта биокомпозитным материалом. Гистологически послеоперационного материала выявлена энхондрома плечевой кости. Было рекомендовано динамическое наблюдение. При повторном молекулярно-генетическом исследовании в онкоцентре в июне месяце у пациентки выявлена герминальная мутация БРС-1. На данный момент больная находится в процессе динамического наблюдения в условиях онкоцентра и рязанского онкодиспансера. По данным последнего ПЭТ-КТ от июля, в проксимальной третьей левой плечевой кости после операционного изменения достоверных данных о наличии метаболически активной специфической ткани не получено. Также по данным стентиграфии, которая была произведена в августе, по сравнению с результатом от сентября 2016 года без выраженной динамики. На данный момент пациентка отправлена на плановое обследование в онкоцентр Блохина и находится в процессе динамического наблюдения. После обследования будет решен вопрос о проведении авариктомии и профилактической мастектомии с противоположной стороны. Спасибо. Спасибо большое, Оксана Владимировна. Есть вопросы или комментарии? Сергеевна, вы попытаетесь? Я перевариваю. Есть вопрос в аудитории. А можно, если что, презентацию включить? Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, сейчас есть данные, говорящие о том, что у пациентов с наличием генетической мутации в генах БРК1 и БРК2 можно даже выполнять, больные женщины ракомолочной железы, выполнять даже органно-сохраняющую операцию. То есть не всегда это показание к мастектомии. В то же время все мы наслышаны об известной истории Джолина Джоли, когда сделала себе двустороннюю профилактическую мастектомию. Понятно, что, выполнив органно-сохраняющую операцию больной железы с мутацией в гене, явно риски повторной опухоли в оставшейся железе после органно-сохраняющей операции, риск возникновения новой опухоли там же, явно будет не ниже, чем риск возникновения опухоли в здоровой железе. Получается, такое, скажем так, ваше мнение по этому поводу, как вот ваши отношения? Потому что, с одной стороны, есть подход, что надо здоровую железу удалять, с другой стороны, больную железу можно сохранять у пациентов с БРК один или два мутациями. Я объясню ситуацию, то есть, именно вот в этом случае мы хотели довести до органно-сохранной операции, как я уже сказала. То есть, опухоль была, в принципе, небольшого размера. Если бы был полный морфологический ответ, в принципе, это можно было бы сделать. Но так как трижды негативный фенотип и неполный морфологический ответ, решили все-таки сделать радикальную операцию. То есть, в принципе, в вашем учреждении практика выполнения органно-сохраняющих операций у пациента с мутациями вполне приемлемо. Да. Спасибо. И у меня сразу еще такой же вопрос. А у нее есть измененные яичники? Нет, измененных яичников А вот смотрите, ситуация следующая. А вот, может быть, даже Лена Александровна прокомментирует, можем ли мы пациентки с неизмененными яичниками сейчас в юридической зоне выполнять авариктомию при трижды негативном раке молочной железы, если это не является этапом комплексного лечения? Будьте добры, микрофон. С юридической точки зрения сама пациентка еще пока на это не настроена. Она молодая. А сколько ей лет? 85-й год, 32. Молодая женщина. Да. Юридически, к сожалению, мы не защищены. То есть, теоретически, если я сама категорически была против профилактических операций года 34 назад, то сейчас совершенно поменялась моя позиция. Но с юридической позиции у нас не разрешены профилактические аннексиктомии. То есть врач не защищен. То есть вы удалили яичники, потом женщина вышла второй раз замуж и хочет детей, она пришла в суд, и вы никак не защищены. В отношении молочной железы профилактическая мастектомия только если есть рак молочной железы. А так, если она молодая, БРК положительная, рака молочной железы нет, то есть тоже профилактической мастектомией юридически вы не защищены. То есть здесь аднексиктомия или это коллегиальный консилиум, то есть каким-то образом в рамках федерального учреждения, как-то у нас может быть... И то, фертильность сейчас стоит во главе женщин со здоровыми яичниками, процент реализации у нее рака яичников, если это Берси ассоциированный, растет с возрастом, да, ведь согласитесь, там прямая корреляция, чем чаще старше пациентка, тем больше вероятность. И юридически удалить здоровый орган без... У нас, по крайней мере, вы по ОМС это не сделаете, и это нигде не прописано в рекомендациях. То есть дело в том, что сама пациентка, она просто немножко нервничает, она такая ипохондричная, и она по этому поводу нервничает. Она мало того, что сейчас ищет и следует себя полностью, она еще и свою шестилетнюю дочку сейчас гоняет по врачам, потому что там то это, то это кольнуло, и она переживает по поводу и себя, и своей дочке, поэтому... Да, то есть обсуждение этого всего, естественно, мы с ней разговариваем, то есть если сейчас у нее по обследованиям, которые она привезет из онкоцентра, все у нее стабильно, то, в принципе, динамическое наблюдение, и больше ей, наверное, ничего не нужно. А у нее в семье не было случаев фрактного малашного железаичника? Не было, поэтому она такая испуганная. Понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok